Всем привет! Я довольно часто стал замечать в комментариях под своими видео вопросы следующего характера Почему мод мигает? Почему мод не мигает? Почему мод мигает, но не парит? Почему на зарядке мигает один раз? И так далее Меня зовут Глеб и с вами как всегда сигарет нет и в этом ролике я помогу вам разобраться с этими вопросами А перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас оставить в комментариях свои лайфхаки по починке девайсов А если соберется большое количество интересных лайфхаков, то я сниму по ним видео Погнали! Вы себе спокойно парили и ваш девайс начал мигать от 3 до n-го числа раз Первая причина непонятной работы светодиода связана с тем, что ваш девайс может быть не заряжен Поставьте ваш девайс на зарядку, подождите буквально 10 минут, потом снимите его зарядки и сделайте затяжку Если все работает как прежде, значит причина была в том, что аккумулятор сел Кстати, в своих комментариях я даже замечал вопросы по типу, почему мой эльф-бар мигает и не работает Одноразовые электронные сигареты, на то и одноразовые Вы ее купили, попарили, она у вас закончилась и вы ее выбросили в специально отведенное место Заправить и зарядить их не получится Вторая причина Вы зарядили свой девайс до 100%, но при затяжке он у вас мигает и не работает Нужно проверить картридж Достаньте его из устройства, обязательно протрите коннекторную часть, ведь там мог скопиться конденсат или пару капель жидкости Все тщательно вытрите насухо и обратно установите картридж Но есть девайсы по типу папореза бар, в котором эта проблема решается простым поворотом картриджа на 90, либо на 180 градусов Если вышесказанные манипуляции с картриджем не помогли, то попробуйте заменить сам картридж или же испаритель Нагревательный элемент за время эксплуатации мог испортиться и тем самым выйти из строя Все вышесказанные действия не помогают и девайс продолжает мигать Значит выключаем и включаем устройство, ведь это может быть простая ошибка на плате Третьей причиной может быть короткое замыкание, либо слишком высокое или слишком маленькое сопротивление на нагревательном элементе У каждого устройства есть свой порог рабочего сопротивления К примеру, Пасита У него рабочее сопротивление от 0,3 до 3 Ом Это означает, что если мы поставим в спираль сопротивлением 0,2 Ома или 3,1 Ом Девайс их просто-напросто не увидит Или если мы намотаем спираль, которая будет касаться корпуса базы Произойдет короткое замыкание и девайс также не увидит картридж Если все действия, которые были в этом видео, вам не помогли То это означает, что ваш девайс вероятнее всего сломан и его нужно нести в ремонт Для того, чтобы избежать всех неполадок Просто аккуратно обращайте своим устройством Всегда протирайте его и читайте инструкцию перед началом использования Ну и конечно же заряжайте только качественными зарядными устройствами Спасибо за просмотр С вами был Глеб и сигарет нет И до встречи на нашем канале Субтитры создавал DimaTorzok